так смотрите решил остатки томатной пасты такой вот на нее кстати был обзорчик решила часть заморозить потому что мы не съедаем чуть-чуть я оставила там она пойдет на суп узнаете делала обзор на вкус она не очень не очень честно а вот в супе она смотрится вроде так ничего с вермошелькой тоже как-то не очень короче такая вот покупала ее светофоре следующий раз брать я точно не буду лучше что-нибудь это другое взять такое понатуральнее что ли не знаю но сейчас заморожу решила убраться вот такие вот мешки у меня было совсем чуть-чуть изначально лежала вот тут вот ну вот для мусорки чтобы чтобы вот там взять вот быстренько мусор положил и в таких мешочек обычно уже последнее время стала выбрасывать решила прибираться убираю мешки а тут будет наверно вот так сейчас вам видно не знаю мне мешает а вот вам видно вот сейчас видно там короче какая-то гадость протухла завалилась она весь каким-то образом непонятным а на вид она похожа как будто мышь какая-то сдохла такой черный цвет придется мыть что-то видать свекровь уронила туда и там что-то сдохла не сдохла смысле а это прилипло не знаю короче вообще что это такое там какая-то там грязь просто непонятная и куча мешков у меня было совершенно чуть-чуть но после приезда свекрови это просто нечто я не знаю это просто какой-то мешочный кошмар куда столько зачем причем она кладет еще и грязные туда вдобавок вот эти вот зачем их проще выкинуть тут вот это ужас просто я все грязные мешки всегда выбрасываю зачем они нужны ужас дима с носком на голове мамина мама любит и мама диме все разрешает класть на голову даже носок а тебе идет кстати неплохо так смотрится с носком то на голове сыночка ты проказник отнеси на место на место отнеси пришли мы с рынка ходили мы врачу купили средзерей не поняла просто сколько она стоит инжир морковку и вот такой вот необыкновенную такую необыкновенную девушка говорит это баклажан я поднимаю голову вот такой вот такой вот это баклажан но какой-то вид у него прям такой необыкновенный девушка говорит это баклажан я поднимаю голову короче вижу девушку с тремя детьми которая сидит на рынке и продает вот потом мне пришло конечно дошло до меня что это девушка нуждающийся и блин вообще просто я ушла почти со слезами с рынка мне хочется ей очень сильно помочь но я пока не знаю чем вот немножко потом еще может быть дорасскажу а попозже димочку спать положу еще хочу вместе с вами извести потому что мне кажется она весит больше килограмма чувствуется такая прям тяжелая но она мне сказала что весит килограмм мне кажется все таки побольше я хочу ее взвесить вот и скорее всего вернусь к девушке к этой нужно что-то еще у нее купить потому что она реально нуждающийся все таки трое детей я вижу что они живут не очень хорошо не хочется им помочь но блин я не знаю даже чем потому что я пока не работаю мне просто нечем помогать вот инжирчик купили 4 штучки правда у меня на него аллергия ну ладно а и что-то у нас короче в этом году нашествие кукурузы мне постоянно охота кушать кукурузу конечно этот ролик выйдет с большим просто огромнейшим опозданием а ролик выйдет с большим опозданием я не знаю как у меня так получилось но у меня получилось так то что целых две флешки были битком вот и сейчас я до сих пор еще сижу монтируем у нас сейчас конец августа почти уже конец августа но у вас это выйдет наверное в конце сентября скорее всего я не знаю как у меня так получилось но я где-то там постепенно постепенно на как там это подберусь к тому времени которым надо и мы будем уже с вами вернее я уже буду выкладывать ролики там не настолько глобально не настолько далеко не знаю короче как это сказать я честно говоря немножко на эмоциях потому что увидела вот эту вот девушку она нуждается я вижу что она нуждается она очень сильно уставшие раз дети сидят вместе с ней на рынке то есть представьте дети трое детей сидят на рынке иначе детей оставить не с кем скорее всего она сидит продает какие-то яблочки ну кстати хорошего такого качества яблочки вот эти вот баклажан и что-то было еще не помню весов толком нету соседнего мужчины она там где мы договорилась взвешивать но блин мне так и стало жалко я реально я вышла чуть ли не со слезами я хочу ей помочь но я знаю что у меня в кошельке лежат всего лишь 500 рублей и как бы я понимаю то что мне на эти 500 рублей еще жить то есть там неделю-две муж уехал дал денег мы их потратили уже почти а когда он приедет я не знаю нам на эти деньги еще жить надо вот покупать продукты там вот я купила буквально там по чуть-чуть там моркови вот у нас нету что-то бабуля не дала моркови есть дачи да но не дала моркови мне нужна морковь на суп вот моркови нет я купил чуть-чуть моркови не знаю блин короче не вышло это морковь на 80 рублей это дорого я покупала на рынке за два за 10 рублей две штуки а тут блин я думал что мой рынок наш съехал его реально не было позавчера мы ходили я думал что нашего рынка нет и пошла на этот как будто знаете как вот кликс не клик судьбы а вот как будто бы так надо и встретил эту девушку блин не знаю короче следующий раз пойдем если к врачу потому что довольно далековатенько немножечко находится от нашего дома то я наверное куплю нее еще эти баклажаны я знаю что мне сейчас потянет на баклажанчики посмотрим насколько они там вкусные она сказала что они очень вкусные и потом на рынке я увидела она за 60 продают за килограмма на рынке увидел за 65 и женщина там сказал что они даже без косточек что они очень нежные очень вкусные ни разу не пробовал такие баклажаны но сегодня наверное нет не сегодня сегодня у нас еще кабачок наверное может быть или завтра я его приготовлю ну и не знаю увидите в этом или следующем ролике посмотрим какой он на вкус чё как вообще может быть мне даже и понравится вот короче так вот у меня прям вообще такое плохое очень настроение и я всю дорогу просто шла и думала как этой девушке помочь как и то есть блин если я ей дам деньгами ну допустим что-то у себя продал у меня есть две коляски их надо продать уже я думаю что они не понадобятся уже нам то есть если я ей дам деньгами а может быть куда-то не туда потратить если я деньги на эти деньги куплю ей продукты их надо дотащить я не дотащу одна вот короче не знаю вот я думала думала думаю но я хочу хочу ей помочь тоже так же было в истории я вам уже рассказывала с бабушкой на ж.д. вокзале бабушка там тоже нужна нуждаются ну а на пенсию хоть получает эти я не знаю мы не разговаривали толком так только посмотрела я вижу что дети бедные они просто скучают на этом рынке мальчишки там чуть-чуть чёт как-то бесятся а девочка лет 13 12 13 просто такая грустная 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 стоит рядом с мамой я думаю блин а ведь детям на рынке вот так по сути сидят они на рынке целый день представляете наверняка ведь целый день с утра до вечера думаю чем дети то занимаются на рынке с утра до вечера моим то заняться на нечем я думаю блин надо сходить фикс прайс думаю купить какие-то игрушки а какие игрушки купить думаю какая игрушка чтобы дети втроем посидели поиграли и купить так чтобы дети реально этим воспользовались реально поиграли чтобы блин это вообще это реально оказалось сложно сейчас кстати я вспомнила что я эту девушку уже видела года четыре три четыре назад я видел ее в церкви с тремя детьми был как раз два мальчика и девочка она как раз девочка дочка ее была маленькая я помню еще тогда ее увидела подумала блин она же нуждается ну нуждается там как это слово нуждается да нуждается вот подумала блин надо как-то помочь но тогда не было youtube ну нет youtube был не было тогда столько каналов я тогда не знала как помочь и по моему я снова в эту церковь пришла но ее не было уже ее не было потом я через какое-то время снова пришла ее опять не было вот и потом я перестала просто ходить по моему так было дело я уже точно честно не помню врать не буду не помню по моему как-то было так вот я один раз только видела я помню наверное скорее всего это была она потому что как раз это было года четыре назад я как раз ходила по церквям выпрашивая себе у боженьки сыночку ну ребенка не сына а ребеночка себе выпрашивала и мы очень много церковь церквей посетили с мужем очень очень много очень прям выпрашивали очень долго вот и наконец-то выпросили потому что сейчас диме где-то три года не где-то а три года вот и четыре может лет пять назад даже четыре нет даже три четыре еще беременна была ну да где-то года четыре назад и как раз два мальчика там одному лет четыре пять пять и шесть наверное где-то так пять шесть или шесть семь шесть семь может быть потому что один средненький а другой не такой уж маленький ну короче как то так не знаю вот я прям это все время нуждающихся как-то мне всегда очень жалко мне очень хочется им помочь но блин это сложно если бы у меня конечно я имела бы большие деньги с меня было очень много денег я бы зарабатывала там или они там были откуда то там конечно я бы сейчас уже давно создала канал и все бы уже ездила помогала но к сожалению я шла и при себя думала у меня в самой толком денег нету и мне нет ниоткуда дохода никакого абсолютно и блин я хочу помогать но блин мне нечем реально нечем все деньги также уходят и на ребенка и надо и покушать и надо и туда и сюда не знаю короче как то так сейчас уже димочка кстати да нам дали детский сад димочка пойдет в садик посмотрим этот год как он будет ходить посмотрим чё как я еще пока не буду устраиваться на работу через год ну как обычно дети болеют через год я планирую устраиваться на работу и там я наверное когда уже устроюсь на работу надеюсь заработать какую-то определенную сумму денег и хочу создавать youtube канал чтобы помогать людям вот таким вот надо какой-то начальный старт иметь какие-то начальные деньги чтобы начать по сути где их еще взять эти деньги так сколько я уже наболтал 10 минут все так ну короче вот так вот нужны деньги чтобы начать вот и там я где-то наверное будем что-то думать короче такая у меня цель вот youtube каналы наверно буду создавать другой второй потому что здесь на этом канале у меня в основном влоги обзоры всякие короче все все такое вот я думаю все таки для этого дела нужен отдельный канал иначе у меня получится просто канал помойка которому есть абсолютно все все таки нужно другой канал где будет другая определенная аудитория который будет все это смотреть вот короче так такая у меня цель поделилась с вами своей целью но у меня прям вот тут вот ком в горле блин просто обидно за за эту девушку за этих детей что они вот так вот живут скорее всего бедно но раз вышли на рынок раз оставить детей не с кем то есть и дома она и троем не оставляет хотя девочка старшенькая могла бы наверное посмотреть за детьми оставшись ну не знаю сейчас нельзя оставлять детей это наш я помню нас оставляли меня уже одно оставляли там со школы садик то целыми днями в садике была со школы я помню я мама спокойно оставляла одну нормально сейчас уже так нельзя все короче смотрим дальше что мы там будем делать там или наверное сегодня закончится уже ролик короче не знаю все давайте всем пока пока свои комментарии оставите внизу под роликом в ютюбе пока так ну вот смотрите достала весы мы прям не терпится интересно так по нулям берем наш баклажан тяжеленый а ну да почти килограмм и 28 грамм конечно просчитать 28 грамм это очень 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 сложно но почти до килограмм хотя мне кажется он весит килограмм два он блин он такой тяжелый я не знаю это просто что-то с чем-то короче так вот 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 Продолжение следует...